МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадо компании Гомелю, студии Маргарита Котова. Добрый вечер. Глядите в этом выпуске. Диалог с Уладой старшиня Гомельского облаканка Магина Цоловей сегодня в Ельску провел правую телефонную линию и прием грамадян. Неслабый пол. Работу по патрунце и развитию бизнесу отмерковали активистки Белорусского союза жанчин. Бояться не треба, треба ведать. Сегодня в Гомеле проставили новую редакцию информационной стратегии «Повишь снит». А зараз об этом иншим больше подробно. Старшиня Гомельского облаканка Магина Цоловей сегодня наведал Ельский район. В программе рабочей поездки керавника региона проведение промой телефонной линии, прием грамадян и наведывание одного с города утворающих предприемствам. Об огученных проблемах и принятых решениях материал наших корреспондентов. Для некого огученные проблемы могут сдаваться дробными, але для тех, кто звернулся до старшиня облаканкама, на сегодня они махчума самые актуальные. Среди узнятых питаний – выделение земли фермерской господарцы, якая мая намер займаться живелогадовлей у больших значных масштабах. Эта тема будет разгляджена в ближайшие дни. А про это будет проанализована действующая в районе система транспортных взносинов. Размова в первую чергу об додатковых рейсах у отдаленные везки. Зараз у некоторых из них автобус приезжает только двойче на тыдень. Еще одно актуальное питание – будовництво бассейна. С такой просьбой, дарычая до кировництва в области, зараз звертаются жахары многих населенных пунктов. Непосредственно у Ельску проект спортивного комплекса с бассейном был подрихтованный, але побудовали только одну легкоатлетичную залу. Цепердах этой темы звернуться знов. Я прекрасно понимаю, что с 2010 года данный проект находится в стадии нереализации. Поэтому будем рассматривать вопрос. Будем смотреть по следующему году. Я однозначно сказать вам не могу сейчас, что мы прекрасно понимаем, что при формировании бюджета будем все учитывать и будем изыскивать источники, потому что я прекрасно понимаю, что это не маленькие деньги сегодня стоят. Да, мы все это понимаем. Мы прекрасно понимаем, что к этому надо идти. И это один из источников здоровья нашего народа. Пудовництво и рамон дорог – питание, якое хвалю и многих же хоров. Валентина Греченко проживая у райцентры, у доме по улице Богушевиша. И она по добру парадкованности далека не самая лепшая. Недавно тут усталявали знак обмежования худкости 40 километров за годину. Але навыд и с такой худкостью тут, звычайно, никто не рухается. По-перше, я можно взломать машину. По-друге, у сухой надворья за пылу практически ничего не видно. И навыд белизну высушить на улице Нельга. Старшиня Аблвыконкамы Геннадь Соловей обецая, стану дорог у Лады будет надавать больше значную увагу. Начнем по одной уличке делать. Но я говорю, что мы рассматриваем вопрос бюджета развития. Вам давать на бюджет развития, чтобы вы могли сами, без нас, решать свои проблемы. Не напрягают ямки и грязь, по которой невозможно пройти. Нас интересует пыль. Вот нам сегодня побежал губернатор Геннадий Михайлович, что этот вопрос спустя 27 лет будет разрешен. Мы очень просим всех помочь населению. Здесь живет очень много детей, в основном дошкольного возраста, больше 40 человек. И именно крайние дома страдают от этого. Все лето, когда сухая погода. Мы ждем дождя, как Богу. Наведование Ельского консервного завода так само в плане рабочей поездки старшини Аблвыконкама. Тогда еще районный харчовый комбинат пожал работу в 1950-м годе. Тут вырабляли перники, лимонад и сиропы. Потом выпускали салаты, маринованную городнину и соки. В 2004-м на предприемстве началась масштабная модернизация, что позволило поширить ассортимент. Разом с тем, зарплата работников по куль не вельми высокая. В среднем 530 рублев. Старшиня Аблвыконкам и Пиракананы для того, как зарабить работу комбината больше эффективной, а зарплаты больше высокими, треба распрасовать новую стратегию развития. Этот документ, який повинен заявиться уже до 1 листопада, будет продовлеживать целый широк на керунков. От початку выпуска соков в запотребованных на рынку шкляных бутыльках до выкористания машин для полива Городнины, что позволит отримывать уроджа и навыд у засушливых годов. Плюс выпуск новой продукции, якая будет користаться попытом у покупников. У нас несколько видов в планах мы прорабатываем сейчас переработку замороженного горошка для горошка зеленого консервирования. Также мы прорабатываем вопросы по производству томатной пасты, стерилизованной. Одновременно работаем в направлении переработки фасоли. Фасоли в томатной заливке, фасоли с овощами. Ну и мы уже расширили ассортимент и ввели в производство обеденную группу, то есть свекольник, рассольник, щи, борщи, которые пользуются спросом у нас. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель» З'Ельска. У Мазыры отбылось выездное посяжение президума Гомельской областной организации Белорусского союза жанчин. Активистки обмерковали работу по потребности развития малого и среднего бизнеса сяроджанчин района. Под обязанностью материалы наших мазырских коллег. Роля жанчин у развития бизнеса, а так само меры по саденничанию занятостей и самозанятостей представниц прохожего полу, які по тих тейншых причинах застались без працы. Гэтые пытания обмерковали на выездном поседжене президума у Гомельской областной организации Белорусского союза жанчин. Сярод запрошенных старшиня Мазырского райвы-конкама Алена Паулечка. И она подравязно распавела про бизнес-климат района. На долю Мазырского района в количестве средних и микро-малых организаций Гомельской области приходится 7,9%. А это самый большой удельный вес, не учитывая города Гомель. Удельный вес индивидуальных предпринимателей Мазырского района составляет 9,5% от общего количества индивидуальных предпринимателей Гомельской области. Активное содельничание и подтримку деловой инициативы громадзян оказывают у бизнес-центры. Его керавник Зоя Змушко провела некольки лижбу. С початку года у центр звернулися 160 человек. 70% з их женщины. Работу малого и среднего бизнесу разглядели на конкретных прикладах. Активистки женсовета побывали у медцентры «Семья и здоровье». А на базе студии дзитяшых ансамбля «Полеская зорочка» отбылся круглый стол 100 идей для бизнесу. Керавник студии Алена Руденко не только творчая особа, член правления мазырскага женсовета, але и паспяховый прадпрымальник. Шмат гадоў тому яна открыла уласную справу мини-отель. Бизнес стал финансовым подмурком для творчасти. Выхаванцы студии продамыстравали гостям свои таленты, а бизнес-вуман и мастацкий керавник показала музейный покой, дзе заховываюцца узнагароды и сувениры з десятка Украин, дзе выступала «Полеская зорочка». Прыкладами паспяхового веденя бизнесу стали так само фитнес-клуб и забаўляльный центр. Мы сегодня знакомились с работой общества с ограниченной ответственностью бизнес-центр и те цифры, которые они проговорили о том, что 240 женщин обратились, 178 сегодня работают в сфере предпринимательства, говорит о том, что Мозырь шагнул намного вперед, предлагая женщинам как самозанятость, так и реализовать себя в различных направлениях. Мозырщина уникальнае, у тым ліку и своими женщинами. Яны займаюць самые адказныя пасады, керуюць великими коллектывами, ведуть бизнес и у той же час застаюцца захавальницами очага. Жаночий рух у районе имкліва развіваецца. Сёння Мозырская районная організація наличвая 20 первичак. Членами Беларускага Саюза Жанчын заявляюцца 169 Мозыранок. Лидія Поттер, Юрий Горобец, телеканал Мозыр, спеціальна для телерадоя компанії Гомель. У боротьбі з вірусам імунодефіциту важна адекватна інформація. У прайоритетах адмова астероотипів і розвивання міфів. Сёння у Гомелі проставіли нову редакцію інформаційной стратегії Павіж СНІТ, яку і сё літа прайняли у Беларусі. Программа распрацівана на 5 годів. У її змінена термінологія і сама подача дадзінах про вірус імунодефіциту. Подроблязності у наступному сюжеті. Зараз у світе з вірусом імунодефіциту живе 37 мільйонів дев'ятсот тисяч чоловік. Наша країна у боротьбі з захворуванням паказыває добре выніки. Більше як 80% вічно-инфіцірованых беларусів ведають про свій статус. Амаль 78% отримлюють необхідне лячення, а у 75% хвороба не прогрессірує. Майта вийзти до 2020 года на так званые 90-90-90. Більш затое у дельнікі пагаднення ЮНЕЙЦ, а гэта більше як 200 країн, маюць на мир цілком спиніть эпідемію ВИЧ і СНІДУ до 2030 года. Самое главное сделать, сніть вот этот страх, который существует перед тем, щоб пойти сдать тест, узнай свій ВИЧ-статус. Якщо вдруг він буде положительний і, соответственно, назначит лічення, получати це лічення, соответственно, бути приверженим ліченню. Віць известно, що тогда возникає ситуація, в якій непосредственно чоловік, получаючи лічення, буде иметь неопределяєму вірусну нагрузку і не сможе передати ВИЧ-інфекцію далі. У Гомельській області з вірусом імунодефіциту живе 8171 чоловік. Все літо було виявлено 418 нових випадків захворювання. Управна не з минулогоднім покажикам. Лічба знизилася, однак ситуація застається нестабільна. На смену парентеральному пути у нас пришел половой путь передачі. Наибольшее количество случаев регістрирується в возрастной структурі 40 лет і старше. Превалируєт виявлення случаев среди рабочих, це процентів 40-45, ну і ліця безапределенного рода діяльцемість. Довідатися про свій віць статус, можна самостої на експрес-тесті свабодно продаються у кожной аптеці. Вірус імунодефіциту чоловіка гэта не прысут. І нават з позитивным статусам можна жыць паўнавартасна. Да ведамо наша країна у лідерах па нарадженні здоровых дятей у віч становчих батьков. Таму сёння уліку глобальніх задач інформаційной стратегії, повышенні досвідчэнасті грамадзян і сапсаванні стереотипов, народжаных у 90-е годы. Зараз новая стагодзі і новая махчымасті. Тут правіць паўінна прыняцця. Яугінія Кухарона, Калісі Рузянкова, Андрей Івановтель, радіокампанія Гуміль. Мы памятаєм. У регіюні працягвацца добрашыны праэкт Гумільськага обласнога об'яднання правсаюзав. На гэты раз пра фактыў вырашыў наведаць ветерана Велікае чыны вайны Андрея Дзмітрэнко. Аднак сустрэшэ прайшла у незвышайной абстановці. Справа ўтым, Яугінія Кухаронак. Ветрану Велікой Айчыны Вайны Андрею Дзмітрэнко сё літа спаўнятся 95. А у спаміны про пирожыты ў 18-годовым узрості свежая, ніби гэта была ўчора. Под Гумілем мене раніло. Я не дожил до дня освобождения в войсках, а уже услышал об освобождении города Гумілем под Московией. Я участвовал не только в освобождении города Гуміля, но потом, как пошло, и освобождение земли Витебской, и освобождение земли Брестской. Уже я из пограничних войск попал в авиацию. Так вот, в составе части, которая шла по целевому направлению на Варшаву, на Берлин, и я. История за историей, смешные и трагичные, а повед протягувався. Сирот удержанных слухачоу молодые люди. Гэта простонники новостворной первичной профсоюзной организации. Яны за довольнением долучилися до акции, проехали с подарунками и порадовали ветерана песнями под гитару. В рамках профсоюзной акции мы помним, мы встречаемся с ветеранами на постоянной основе. Самое главное, как мне кажется, это не терять связь поколений. И очень важно, когда молодые специалисты, молодые работники из первых уст слышат о тяготах и бедах войны. И, зная то, что они с такой душой и трепетом относятся к ветеранам, мы уверены, что они и дальше передадут своим поколениям такую же память и любовь к победителям. Говорить тесная сувя с молодым поколением, зароджая энергией простонюков шановного взрослого. Однако Андрей Демитренко своим боевым настроем сам сдольный зародить. Моя первая задача это вернуться в строй едущих на велосипеде, а потом вторая отдаленная задача вернуться и сесть за руль машины. Сюда я прилез, не прилез, а прыжкандыбал. Так, сейчас вы видите, что я уже хожу, ну, немножко, так сказать, окрепнуть надо. Доброчинная акция, мы памятаем, протягнется у регион, активисты профсоюзного руху распланировали с встречи с ветеранами Великой Айчинной войны, чтобы окружить их хлопотом и увагой. Евгений Кухаронак, Валерий Хапанько, телерадио, компания «Гомель». С 25-го по 27-го Кострышника в Гомеле пройдет третий международный велофорум «Проровар». Плануется, что он сберет однодумцев, которые удельничают в развитии и формировании велосипедного руха Беларуси, а так само и других европейских краин. Организационные пытания проведения форума обмерковались сегодня в Гомельском облаконке. Основной пляцовкой его проведения обраны Громадско-культурный центр. В его конференц-сале пройдут секции, на которых удельники форуму разглядят пытания поляпшения велоинфраструктуры, обмеркуют замежный опыт, огушать идеи новых проектов, которые претендуют на отримание грантов. У Беларуси проверят финансовую письменность школьников. Республиканская Олимпиада пройдет звероцнепоснежень. Первый этап школьный. Наибольше досвеченный в финансовых пытаниях наушенцы проставят свои установы на другом этапе 18-го Кастрышника. По три переможцы от кожного района смогут принять удел в областном этапе 15-го листопада. Финиш Олимпиады запланованы на 13-го Снежня. Удельники опошнего этапа сберутся у Минску на плясовце Национального банка. Пытания будут стыжиться с вороту грошовой наявности и каштовных папер, оформление укладов и кредитовании от самодейности Национального банка, страховании и податка обкладания. Эти инши новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершены. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де факто на телеканале Беларусь 4 Гомель в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Три автомобиля и четверо пострадавших. В Мозырском районе сегодня в 7.40 утра произошла авария с участием бензовоза и легковых машин. Все началось с обгона, на который пошел водитель автомобиля Ниссан. Он двигался со стороны Мозыря в направлении нефтеперерабатывающего завода. На участке автодороги Бобруйск-Мозырь граница Украины выехал навстречку и столкнулся с грузовым автомобилем МАН. От удара Ниссан Ноут отбросило в свою полосу, где он зацепил попутно двигавшийся автомобиль Пежо. В салоне Ниссана находились три пассажира. Все они после происшествия были госпитализированы. У пациентов травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция напоминает, при осуществлении обгона водитель транспортного средства должен убедиться в том, что полоса, на которую он намеревается выходить, свободно и своими действиями он не создает угрозу безопасности другим участникам дорожного движения. Сотрудники ГАИ не оставили в беде дальнобойщика. В Добружском районе они оказали помощь водителю, чья фура застряла в мелиоративном канале. Еще 12 сентября грузовик съехал с трассы, но информации и видео происшествия опубликованы только сейчас. Российский дальнобойщик попытался объехать косулю, которая внезапно выбежала на дорогу. Съехал в кювет и прямиком в мелиоративный канал. Случилось это ночью, а на утро инспекторы ГАИ уже вызвали два трактора, чтобы отбуксировать грузовик. Но с первого раза не получилось, фура крепко застряла. Общий вес машины вместе с грузом составил 35 тонн. Пришлось вызывать автомобиль-погрузчик, чтобы выгрузить из прицепа товар. Когда фура оказалась на трассе, груз поместили обратно, а уставшего водителя экипаж ГАИ сопроводил до места стоянки. Восемь строений сгорели на пожарах в Гомельской области за минувшие сутки. В оперативном центре МЧС зафиксировали четыре возгорания. 16 раз спасатели выезжали на оказание технической помощи. В деревне Мучижар Калинковического района накануне вечером было по-настоящему жарко. Два дома и три сарая сгорели за один раз. Вообще огонь охватил сразу шесть построек. У деревянных домов пострадали крыши и стены. Три сарая сгорели до пепла. Еще один поврежден частично. Зарево огня наблюдали вчера и в деревне Кирово Реченского района. Там случился пожар в жилом доме. Он сильно пострадал, но травмированных и погибших нет. А в Речи за спасатели тушили металлическую пристройку продуктового магазина. Внутри загорелись вещи. К моменту приезда пожарных огонь перекинулся и на кровлю. Строение удалось отстоять. Вероятная причина пожара неосторожное обращение с огнем при курении. На сегодня все. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с Дефакто и оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В казахстанском Нур-Султане проходит чемпионат мира по борьбе. В составе сборной Беларуси только одна представительница Гомельской области это Мария Мамашук. Гомельчанка будет выступать в весовой категории до 68 килограммов. Первая соперница Мамашук немка Анна Карменшель. Решающие поединки в этом весе пройдут завтра. На чемпионате мира в Нур-Султане разыгрываются лицензии на участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Гомель побеждает в серии булитов а Металлург крупно проигрывает. Состоялись очередные поединки чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Гомель и Гродненский Неман вопрос о победителе решали в серии после матчевых булитов. Основное время поединка завершилось в ничью 2-2. За рысьей забрасывали Андреев и Серегин за Неман Александр Малявка и Кислый. В овертайме команды сохранили свои ворота вне прикосновенности а в серии булитов точнее были гомельские хоккеисты. Металлург ездил в гости к Лиде. Гости открыли счет на четвертой минуте усилиями Полищука. К середине второго периода впереди уже были хозяева. Дважды отличился Чирва. Игнатов на 34-й минуте цифры на табло сравнял а дальше забрасывали только рыцари. Гринкевич, Романович, Елагин и Спешилов принесли победу Лиде 6-2. В украинском Львове состоялся 56-й международный турнир по стрельбе из лука «Золотая осень-2019» в числе призеров гомельчанин Евгений Смольский. Воспитанник областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта в состязаниях кадетов выиграл серебро в упражнении личная дуэль. А также в составе сборной Беларуси победил в командной дуэли. Сборная Гомеля в составе Данила Кравченко, Артема Малаева и Филиппа Курленко в этой же дисциплине заняла четвертое место. Сегодня в Гомеле стартовала 13-я открытая областная спартакиада среди инвалидов различных категорий. Более сотни спортсменов из 10 районов оспорят медали в семи видах. В программе спартакиады гонки на инвалидных колясках, легкая атлетика, шашки, шахматы, настольный теннис, дарцы, боча. Кстати, последнюю дисциплину в нашем регионе сейчас активно развивают и популяризируют. Причина – простота и доступность практически для каждого. Сегодня уже это второй у нас раз будет проходить соревнование по бочи. И хочу отметить, это такой вид спорта, который позволяет многим инвалидам, лиц с ограниченными физическими возможностями поучаствовать в соревнованиях в этом данном виде спорта. Потому что, в принципе, взять и бросить мяч, наподобие теннисного. Многие есть такая возможность, но у многих отсутствует возможность пробежать. 13-я открытая областная спорта-киада среди инвалидов различных категорий завершится завтра. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.